Абсолютно вам нечего бояться, вы просто должны брать то, что идет вам в руки легко, и делать свои шаги вперед. И даже если у вас сразу что-то не получается, то это тоже не страшно. Это только ваши первоначальные шаги в ваше большое будущее. Я хочу вам показать на примере этих величайших людей, которых вы знаете, как у них не получалось вначале, насколько они меняли резко свою жизнь, какие у них были провалы и чего они добились в жизни. Вот вам живой пример того, как человек, который горит своим делом, который обожает то, чем он занимается, это поглощает его полностью, как и меня поглотил наш инкрузис, я с ним встаю и с ним ложусь. Я уже полтора года практически 20 часов ему посвящаю, хотя зашла сюда отдыхать, но пока покой мне только снится и отдых, но я уверена, что все будет отлично и даже намного лучше. Итак, Билл Гейтс, для вас, чтобы вы подумали о том, что у вас все обязательно получится, если вы этого очень захотите и будете для этого делать шаги вперед и полюбите то, чем вы занимаетесь. История провала Билла Гейтса, он бросил Гарвард, такой прекрасный университет, и затем он основал Майкрософт и стал миллиардером. Это просто уникально, а он был такой же простой человек, как и мы с вами. Дальше, Стив Джобс, это мой кумир, действительно, это мой кумир. И смотрите, какой у него был провал. Он бросил Стэнфорд, был уволен из собственной компании Apple, которую он открыл, представляете себе. Затем открыл все равно другую компанию, продал ее за 420 миллионов долларов и вернул себе руководство Apple. То есть, это говорит о том, что бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом. Правильно, правильно. Или Альберт Эйнштейн, которого знает весь мир, который имеет Нобелевскую премию, история его провала вообще невероятна. Он не говорил до 4 лет, и учителя считали его умственно отсталым человеком, умственно отсталым ребенком. И какая уже у него резкая история успеха. Он разработал теорию относительности и получил за нее Нобелевскую премию. Невероятно, но это сделал человек, простой человек, такой же, как и мы с вами. Или Уолл Дисней, художник-мультипликатор. История его провала. Он был уволен из газеты за отсутствие фантазии. Представьте себе, за отсутствие фантазии его первая фирма стала банкротом. И его громкая история успеха он придумал Микки Мауса. Он создал Уолл Дисней Компани, и он обладатель 32-х Оскаров. Это тот человек, который был уволен за отсутствие фантазии. Представляете себе? Вот, и я ему тоже поклонялась, когда была в Диснеевском круизе. И там есть его очень большая картина, его зал, посвященный Уолл Диснею. Потому что все, что связано с ним, это Уолл Дисней, этот лайнер, да. Это все связано с Уолл Дисней, и дети его, конечно, обожают уже столько-столько лет, и не только дети. Вот вам пример того, что другие люди думают о вас совсем не то, чем вы являетесь на самом деле. Или, может быть, вы ваши таланты или способности где-то скрываете, не можете выразить или ждете вашего момента. Или, к примеру, Мерлин Монро, всем известная актриса, история провала. Ее в модельном агентстве Мерлин посоветовали стать секретаршей. Представляете себе? Но она не остановилась и пошла дальше за своим успехом. Ее история успеха, она стала знаменитой актрисой и названа самой сексуальной женщиной в мире. Или Майкл Джордан, самый известный баскетболист мира. Он был выгнан из школьной баскетбольной команды. Представляете себе? И наперекор всем и своей судьбе он добился огромного успеха. Он стал величайшим баскетболистом в истории мира. Или Томас Эдисон, изобретатель. История его провала. Он произвел тысячи неудачных попыток изобрести лампочку. История его успеха. Он изобрел лампочку. Электрический счетчик, фонограф запатентовал более 4 тысячи изобретений по всему миру. Вы представляете себе, сколько человек делал попыток и сколько у него было провалов, а он не останавливался. Он шел дальше. Почему? Потому что был уверен, что он делает правильно. Он знал. Он был одержимый. Вот то, что нас ведет вперед. Полюбите и будьте уверены. И будьте одержимым. И все будет прекрасно. Или замечательный Стивен Спилберг, известный всему миру режиссер. История его провала. Он трижды не мог поступить в университет Южной Калифорнии, куда очень хотел поступить. Но потом махнул рукой и занялся любимым делом. Историю его успеха. Он снял самые крутые фильмы, хиты. Такие, например, как список Шинглера, челюсти пар юркского периода, который вы, наверное, все видели. И он назван самым культовым режиссером современности. Ну вот вам яркие примеры из истории человечества. Раз могли они, значит можете и вы. А для вас абсолютно никаких трудностей нет. Все, что вам нужно, это делиться информацией, готовой информацией, которая уже есть, со всеми, кого вы видите возле себя или в вашем ближайшем окружении. Или можете достать. Делитесь информацией и к вам в команду придут такие же прекрасные, замечательные люди, которые уже пришли в нашу команду. Продолжение следует...